Димечка, иди сюда, я нашла Киржакова, нашла нашу. А вы к Киржакову идете, да? Нет, Келагея здесь. Келагея, здравствуйте. Саш, привет. Можно тебя на два слова буквально? Саша, мы все-таки его поймали. У тебя написано на плакате хлебушек, да? Мой любимый игрок в СКА за все времена, не побоюсь этого сказать. Человек, который играл в Детройте и завоевал кубок Стэнли, между прочим. А играл он с Паулом Дацуком. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Мы находимся в 20 спорта юбилейный, где сегодня сборная России встречается со сборной Чехии в рамках подготовки к Кубку мира, который в ближайшее время пройдет в Канаде. Далеко не все хоккеисты, которые играют сейчас в КХЛ, смогли получить заветную путевку на этот турнир. И все-таки из СКА три человека попало в состав. Казалось бы, игра всего лишь товарищеская, но для подготовки к Кубку мира очень важная, так как тренер может посмотреть состав, может посмотреть на соперника и примерно представить, каковы силы его команды. Потому что вместе они еще не играли, они только все приехали. И это вообще для многих игроков из НХЛ – это первые матчи. То есть сезон в НХЛ еще не начался. Есть такая известная русская поговорка – «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В последнее время Илья Ковальчук очень хорошо выступает за команду СКА и здорово сыгрался с Паулом Дацуком. Поэтому, конечно, скорее всего, мы не можем решать за тренеров, они уже задумываются о том, чтобы пригласить Илью в состав. Но попасть в состав, он может только в случае, если кто-либо из игроков, которые уже заявлены, травмируются. Вот такая ситуация. По-другому Илье никак не попасть в состав. Мы, конечно же, не желаем никому из игроков травмы, но в то же самое время хочется видеть нашего питерского игрока в составе сборной России. А дворец спорта нашего, знаете, он уже стал смахивать на пожилую бабушку, которая уже не первую пластическую операцию сделала, потому что к чемпионату мира по хоккею его настолько отреставрировали, настолько преобразовали, что он довольно сильно изменился, во всяком случае, внутри, такой косметический ремонт. А сейчас вообще стал смахивать на детскую игрушку трансформера. И арену главную, на которой с ней будет играть команда, она рассчитана под европейский хоккей, то есть большая. Просто за несколько дней, а может и часов, уменьшили до канадских размеров, потому что так нужно для данного регламента соревнований. Вот, девочки, девочки. Дима, Дима, ты еще молодой. Гуляй пока, молодой мальчик. Не знаю, спроси, спроси. Девушки, вы все замужем? У меня оператор интересуется. Здесь вообще всегда находился пресс-центр, но он не был так оборудован, как сейчас, как его сделали к чемпионату мира. Там находятся столы для журналистов и кресла для проведения пресс-конференции, ну, соответственно, трибуны. Мы с Димой сели прямо рядом с тренером главной сборной. Он тоже смотрит хоккей из пресс-центра. Я пришел посмотреть на хорошие, какие давно не было сборную России вживую. Так очень давно. Чемпионат Мил у нас проходил, а сборная России здесь не играла, поэтому с удовольствием. Что ты можешь сказать о составе команды, которая сегодня выйдет на лед? Что она из себя представляет, кто там с ней более интересен? Да, мне все интересно. Все, кто на лед выйдет, считаю, очень такой хороший боевой состав. Вот смотри, у Чехов уже там человек пять, наверное, травмировались. Один отказался из Далласа нападающей. Это они так мухлюют? Я не знаю, я думаю, что плохо готовятся просто. У нас все живы-здоровы. А где дети-то? Где ваши серебряные львы, которых вы тренируете? Да, юбилейные маленькие, всех не умещают. Они сейчас на сборы поехали, завтра играют, они сейчас в гостинице по тизеру посмотрят. Спасибо большое. Ну, какой счет-то будет? Не знаю, мы выиграем. Ну, в любом случае, да. Спасибо, Макс. Димечка, иди сюда. Я нашла Киржакова. Нашла, 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 нашла. Только его очень тяжело будет разглядеть отсюда. Он поднялся плакат с хлебушком. Видишь, он, который хлебушек, вот на нем написано. Поднял плакат в честь Артемия Панарина, которого Михаила называют хлебушком. А вы к Киржаковой идете, да? Нет. К Пелагею. К Пелагею здесь? Да. Так, Ванька, тебе иди. А где она, покажите? А, точно, да? А где уже пела? Я первый раз в жизни, я рок-гел и дух в Пелагею. Снимай, снимай. Пелагея, здравствуйте. Можно вас на русском? Пелагея в русском народном стиле развернула хоровод обратно. Саша, мы его все-таки поймали. У тебя написано на плакате хлебушек, да? Как ты успел? За лето подружился с Артемием? Я уже не смог бы знакомить, чтобы он играл здесь. Я смотрю, такая дружба между футболистами и хоккеистами, плотная, постоянно. Это как так получается? Где вы вместе себе отдыхаете? Я тоже пойду. Там, где отдыхают, такие места не будем называть. Как тебе матч? Ты вообще с кем-то, кроме Артемия, дружен из этой сборки? Там такие звезды Овечкин, Малкин. Нет, особо с ребятами не общался. Так самое плотное. Ну, ты сидишь среди простых смертных. Я думала, там уже трон организовали. Смотришь, и ты за матчами СКА появились у тебя новые фавориты. Может, Павел Датсун? Ну, может, я был, честно, на матче, когда играли против Салавата. Удовольственное чувство, потому что я переживал за Захаркина. Но все-таки СКА – это людская команда. Я раньше не знаю. Да, ну вы с Захаркиным очень дружили, конечно. А как вам Олег Валерьевич, народ? Отлично, я тоже его знаю. Он знакомит также на играх в СКА, позапрошки в группы. Поэтому я вообще переживаю за сбором. Вот его лично. Ну, за Артемием, наверное, даже в НХЛ следишь и матчи просматриваешь, да? Ну, виду, прохода не дают, ребята. Спасибо огромное. Вы много играли в НХЛ. Скажите, пожалуйста, насколько действительно тяжело сейчас вкатиться. И турнир Кубок Канады, Кубок Мира, насколько важен он для Америки, для США? Можно его сравнить с Олимпиадой? Вот значимость самого турнира. Ну, я думаю, что это, наверное, один из самых сильных турниров, которые есть у нас сейчас на планете. Наряду с Олимпийскими играми сюда приезжают все с сильнейшей сборной, в сильнейшем составе. И то, что он проходит в эти сроки, да, можно сказать, сразу после летнего отпуска, наверное, еще добавляет больше интриги, потому что все полные силы, здоровья, вылечились от травм, все горят желанием. Хочу напомнить болельщикам, что в свое время Андрей Николешин играл за питерскую команду СКА и проходил сбор вместе с как раз Александром Овечкиным, с Евгением Малкиным в Петербурге. Вспомните то время. Ну, это были летние сборы, мы готовились к сезону, каждый к своему. И Сашка Радулов здесь был, Сережка Мянчар, Малкин, Овечкин. Многие ребята здесь были, да, действительно, был очень хороший сбор, продуктивный. Мы занимались в индивидуальной программе с тренерами, с братьями Капитоновыми. Это Барри Смит, да, по-моему, тогда как раз был? Нет, Барри Смит, да, он был в СКА, да, но никакого участия в этом сборе не имел. Это мы отдельно сами нанимали тренеров и тренировали. А почему потом вот эта идея проводить сбор в Петербурге ушла, да, и не стали? Ну, она абсолютно не ушла, она осталась, каждый готовится по своей программе, у каждого есть свое какое-то расписание. Мы, к сожалению, не молодеем, взрослеем, и у каждого появляется свои какие-то личные заботы. И той бригадой, которая здесь тренировалась, у нас было человек 15 уже, наверное, без собрать. А как долго человеку, который приезжает в НХЛ, вот Панарин, да, недавно у нас ехал, ну, уже парень, в общем-то, не говорит даже по-английски. Как долго нужен наставник, не говорил, да, наставник, как это долго происходит, вот эта адаптация? Ну, это все индивидуально, все от каждого в отдельности зависит. И чем быстрее ребята, вот, чем быстрее начнут понимать, что им нужно говорить по-английски, общаться, жить с родственниками, тем им легче будет адаптироваться. И, насколько я знаю, Артемий-то очень неплохо сейчас льется и говорит по-английски. Жень-то, мол, ты немножко дольше к этому приходил, но, тем не менее, все уже, уже, уже на почту. С вас, именно с вас начался приход в СКА игроков маститых именитых, потому что вы были один из первых, это правда. К сожалению, к сожалению, не настолько маститый не задержался, но самое главное, что команда СКА с той поры очень сильно прибавила и выиграла кубок Гагарина. То, к чему шли, в Питере давно этого не было, не то, что давно, никогда не было. Спасибо большое, Андрюшенко, спасибо огромное тебе. Я очень рада тебя видеть. Давай, еще увидимся. Уважаемые болельщики, вот и закончился матч между сборной России и Чехии, в котором победила наша команда, что очень приятно. Будем надеяться, что успех нас ждет и на Кубке мира, который, повторяю, пройдет 18 сентября в Канаде. Читайте нашу газету «Спорт день за днем», заходите на сайт www.sportsdaily.ru, смотрите нашу рубрику «Ноу криминалити». С вами была Татьяна Чернова, Дмитрий Широков и Павел Дацук. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...